С самого утра в парке Ривьера играла музыка и пахла блинами. Их в этом году напекли больше тысячи. Рекордное для парка количество. По подсчетам организаторов, если сложить блины в одну линию, получилось бы около 20 километров этого угощения. Не смогла пройти мимо традиционной масленичной выпечки и семья Эйхман. Пять лет назад на Черноморское побережье они приехали из Тулы. Говорят в восторге от теплой во всех смыслах и вкусной сочинской масленицы. Очень вкусные блины. Необыкновенно. Блины всю неделю. Масленицу отмечали всю неделю. Очень к этому относимся серьезно. Несмотря на то, что в Сочи по российским меркам погода уже весенняя, зиму на курорте провожали по всем канонам. С традиционными масленичными забавами. Вот, например, бой подушками. Ну и какая масленица без танцев и песен. Подпевали и танцевали все без исключения. Уж точно общенародный праздник. Все жарят блины, едят, веселятся. Все добрые. Все живут в мире и согласии. Я люблю масленицу за то, что можно есть блины. Постоянное веселье, гулянки. Это все дружно, это весело. Я вообще люблю город Сочи очень сильно. Тут всегда всякие праздники проходят. Очень весело. Ну и главное событие широкой масленицы – это, конечно, сжигание чучела. Большую куклу, кстати, изготовили не из соломы, как это делают обычно, а с южным колоритом – из сухих пальмовых листьев. Ну а в фартук масленицы можно было поместить записку с печалями, обидами, невзгодами для того, чтобы оставить их в прошлом. Все горести сгорели в огне вместе с чучелом. Сочи попрощался с зимой. Впереди Великий пост, который продлится до 15 апреля.